я вас всех приветствую на моем канале всем привет привет сегодня хочу вам показать как приклеить термо трансфер на ткань а именно я буду это выполнять на кофточке которую показывала в предыдущем видео части как начать и завершить строчку на распашивальной машине а также как выполнить эту строчку по кругу чтобы было все аккуратно и с лицевой из изнаночной стороны кто не видел и кому нужен такой вариант я оставлю ссылочку в описании под этим видео пожалуйста смотрите пользуйтесь может быть у вас еще есть какие-то варианты пишите обязательно комментарии я почитаю и тоже буду пользоваться теми же вариантами которыми пользуетесь вы ну а сейчас будем клеить термо трансфер что такое термо трансфер и это красивые вот такие наклейки которые я заказала у девочек на сайте на facebook 30 такие красивые на белом фоне вообще очень красиво и оригинально будет смотреться я выбрала вернее не я выбрала внучка моя выбрала вот такого единорожку сегодня мы будем клеить единорожку на вот этой вот красивой белой кофточки так и первым делом что мне нужно делать мне нужно обязательно наше изделие прогреть и разгладить утюгом горячим уже все вот складки которые возможны на изделие мы аккуратненько вот это вот все разгладим и прогреем нашу кофточку обязательно обязательно после этого переключить наш утюг на режим без пара то есть вот у меня вот так вот нарисовано стоп то есть пара здесь нету обязательно я переключила и сейчас хочу расположить и уравнить нашу наклейку на изделие чтобы она была вот симметрично одинаково для этого я возьму линейку замеряю вот так вот смотрите так вот чтобы все было ровно вот у меня здесь получается тридцать эти значит можно 15 на 30 дней не 31 35 значит где-то 15 там 15 и 2 15 и 3 ну и вот так вот я примерно возьму замеряю замеряю нашу наклейку но замеряю именно вот по рисунку вот рисунок мой 13 значит будет получается 6 и 5 вот здесь вот приблизительно вот так вот по носику я беру уравниваем чтобы ровненько наша была наклейка так вот приблизительно смотрю так немножечко это вот будет ровненько и здесь смотрите тоже везде уравниваем все равно все красиво вот здесь вот все у нас тут ровненько потому что сам трансфер вырезан неровно и нам надо уравнить чтобы наши изделия мне было перекошенным когда уже все выставлено все у нас четко мы видим что у нас все красиво все в порядке все углы ровненько я берем нашу а еще не рассказала смотрите наклейку располагаем так чтобы вот это вот получается гладкая сторона у нас была наверху а вот здесь широковатость то есть где должно приклеиться было на ткани все у нас готово и я беру кусочек ткани любой федошной буду прогревать мою наклейку уже утюгом выставляю утюг так чтобы у меня было не на максимуме вот здесь вот смотрите а немножечко немножечко меньше и горячим утюгом я сейчас буду прогревать нашу наклейку где-то по минутке со всех сторон вот таким образом держим и так прям аж придавливаем прогреваем чтобы хорошо у нас растворился там клей и наша наклейка хорошо то есть вернее клеенка которая сверху хорошо отстала вот прям хорошо нажимаем на эту наклейку прям хорошо хорошо нажимаем и держим чтобы хорошо приклеить наклейку и дальнейшем чтобы она не слезла я хорошо прогревала все вроде бы и теперь будем аккуратно потихонечку снимать нашу наклеечку прям потихоньку потихоньку смотрите аккуратно вот так вот я снимаю отлично смотрите прям хорошо что я делаю дальше а дальше мне нужно перевернуть вот так вот наизнанку наизнанку с этой стороны со спинки и тоже еще раз хорошо пройтись утюжку но не сильно чтобы чтобы она не приклеилась на ткань на другую вот так вот хорошо тушку еще раз прогреем и дадим ей теперь остыть и вуаля вот какой результат смотрите прекраснейшая такая уже украшенная наклейкой кофточка надеюсь моей внучке понравится будет ходить с удовольствием садик но еще хочу сказать вот непосредственно по поводу этой кофточки шила я эту кофточку по выкройке елены пинкины я брала у нее по моему эту это выкройка по моему была бесплатная но это выкройка была без вот этих вот вставок если кому-то интересно как это делается пишите в комментариях я обязательно вам покажу как я смотрю смоделировала обычную выкройку как сделала как рассчитать эти вставочки как эти рюшки я пришивала то есть все могу вам показать если кому-то интересно пожалуйста пишите в комментариях я сделаю для вас и видео и покажу как смоделировать из обычной выкройки вот в красивую такую изделие вернее из красивой выкройки красивое изделие с такими вот красивыми рюшками так что буду ждать ваших комментариев ну а на этом видео мое наверное уже подходит к завершению всем пока пока и до новых встреч до новых идей подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки не забывайте если конечно же вам понравилось мое видео и до новых встреч всем пока пока